Придай Господу дела Твои и предприятия Твои совершатся. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него, и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед Его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих. И никто из уповающих на него не погибнет. Первое послание к фессалоникийцам Святого апостола Павла Глава пятая О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лапзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Книга пророка Исаии Глава девятнадцатая Пророчество о Египте Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними. Говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние, и будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цианские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону? Я сын мудрецов, сын царей древних. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться к Господам Саваофам. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут ко Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы, и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся ко Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль. Книга пророка Исаии Глава двадцатая В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, Пойди и сними вретище с чресла твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой три года, в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии так поведет царь Ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, ногими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии, надежды своей, и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны. Вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского. И как спаслись бы мы? Придай Господу дела твои и предприятия твои совершатся. т.е. 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 т.е.